По поводу технологичности, во-первых, очень классный вопрос. Я сама постоянно об этом думаю, потому что, ну, наверное, честно скажу, мои работы выглядели бы, наверное, чуть-чуть по-другому, если бы я совсем про это не думала. Но, даже не знаю, как сказать, к сожалению или к счастью, с моими друзьями, которые не соблюдали технологию, случались, прямо вот, скажем так, на моих глазах, я чуть ли не участницей была этих событий, случались очень-очень ужасные, скандальные, сложные ситуации, связанные именно с тем, что художник технологию не соблюдал. Потом, например, он начал сотрудничать с какой-то хорошей, классной галереей, которая очень печется от своей репутации. Были какие-то продажи через галерею, потом через, там, несколько лет работы начали осыпаться, разваливаться, трескаться, кракелюры и прочее, прочее. То есть я таких историй, знаете, если бы у нас сегодня общение было часов на пять, я бы вам таких страшилок рассказывала очень много. Там художник прямо вот настолько сильно вляпывался, галерея тоже, в общем, были прямо скандалы. Поэтому я для себя сделала все, как бы зарубила себе на носу и сказала, нет, как бы мне, знаете, не хотелось вот этот творческий поток, причем я разговаривала, я говорю, прямо мои близкие друзья, я говорю, слушай, ну что же ты, ну что же, куда же ты смотрела или куда же ты смотрела, о чем же ты думал? Вот, и человек говорит, ну как о чем? Понятно, что на первое место творческий поток, понятно, на первое место вот все вот меня несет, я охватаю все, что там не под руку, главное визуал, главное, чтобы меня удовлетворяло с точки зрения визуала, да, технологий, конечно, в этот момент я не думаю. Более того, многие из этих художников, знаете, даже немножко как бы подхихикывали надо мной, потому что я двинутая в плане технологий, но практически всегда это заканчивается очень грустно. Поэтому вот, во-первых, жму руку этому автору за то, что человек сразу задумывается о технологичности, да, будет ли это, а теперь вот отвечая конкретно на этот вопрос, да, акрил и масляная пастель, вот по моему мнению, очень даже ок, я сама с этим экспериментировала, единственное, мои там такие рекомендации, поскольку масляная пастель, она все-таки больше устойчивая, чем, например, обычная пастель, но все равно, если вы используете на акриле, акрил вообще ничем не надо закреплять, вот кто работает акрилом, я думаю, вы знаете, что сам по себе акрил создает очень классную пленку, такую при высыхании, и у нее очень много классных характеристик, она сама по себе является водостойкой, она сама по себе является очень эластичной, у нее есть какой-то такой, достаточно, ну, там зависит, конечно, от того, какой акрил вы используете, какую технологию, но у нее иногда есть такой приятный, такой собственный, скажем, такой мягкий сатиновый блеск, если, конечно, вы используете глянцевый акрил, если честно, я глянцевый акрил не очень люблю, вот, то там может быть блеск посильнее, я поэтому его и не люблю, вот, но если вы начинаете уже на акрил наносить какие-то другие материалы, я бы вам все-таки рекомендовала сверху использовать фиксатив, все-таки использовать фиксатив, вот, а в плане трендовости, да, тоже могу сказать, что сейчас вот эти миксовые техники очень в тренде, но это уже давно, так, по большому счету, миксовые техники в тренде уже, ну, лет сто как минимум, но они реально не выходят из тренда, то есть вот эти сложные техники, когда вы используете большое количество всяких разных материалов, иногда даже, скажем, сложно сочетаемых, неожиданно сочетаемых, и это сейчас очень-очень в тренде, и этот тренд, несмотря на то, что он не новый, он прямо набирает обороты. Кстати, если вы учитесь на курсе, который у меня называется 50 шагов к авторскому стилю, обратите, пожалуйста, внимание, что там как раз есть урок на эту тему, там как раз в одном из уроков, он так и называется, по-моему, уникальная техника, я рассказываю о том, что техника является очень мощным магнитом привлечения вашей, вот, как бы, той потенциальной аудитории, которая вам нужна. Технологичные работы очень любят коллекционеры, технологичные работы очень любят галереи, это не значит, что вы обязательно должны идти в какую-то сложную смешанную технику, не обязательно, да, то есть, но если вы туда идете, вы знаете, такой, знаете, еще там какие-то бонусы в вашу карму художника добавляются. Причем техника, она, что характерно, что, кстати, круто, она может вытянуть работу, которая сама по себе, чисто по сюжету, по композиции не такая уже интересная, вот, сюжет может быть очень-очень простой, вот у меня, это, кстати, одна из моих историй, у меня достаточно простой иногда сюжет, но поскольку я сама разработала несколько авторских техник, кстати, вот эти скидки, которые мы даем на вебинаре, мы даем промокод, на, как я уже говорила, на скидки, со скидками на некоторые уроки курса, вот в том числе будут скидки на мои авторские техники. Если вы из тех, кто хочет все-таки добавить такой мощный магнит, как необычная уникальная техника, сейчас, слава богу, не надо это разрабатывать самостоятельно, технику можно просто купить, в том числе. Вот, вот Светлана спрашивает, а в тренде ли вышитые картины? Да, 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 тоже тренд не новый, тренд очень старый, да, прямо я бы сказала, прямо очень-очень старый, потому что первые вышитые картины, даже на религиозные темы, может быть, вы видели очень часто, там вот в музеях они есть, я сама обожаю, там во времена готики еще были первые вышитые картины, то есть технология достаточно не новая, но вот сейчас, я не знаю, какой-то очень странный такой, знаете, ренессанс вышитых картин, я прямо обращаю на это внимание, и я честно скажу, даже вот, например, лет 30 назад, когда я только начинала и была начинающим художником, я как бы раздумывала, у меня была идея, в том числе, вот я как бы думала, или это, ну, там, акварель, афорт я как бы отодвинула, да, потому что афорт это достаточно сложная технология, акварель мне тогда казалось сложнее монетизировать, вот, я, естественно, рассматривала масло, акрила тогда еще толком не было, вот я рассматривала масло на холсте или вышитые картины, и, ну, по понятным причинам мой выбор сдвинулся на масло на холсте, и потому что, ну, как бы вышитые картины, вот даже 30 лет назад, это было неактуально, в какой-то момент они, знаете, немножко сошли с пика тренда, особенно у нас в России на постсоветском пространстве, к ним начали, знаете, есть такое выражение декоративное искусство, да, и ДИ, как вот его еще сокращенно называют, знаете, ну, такой вот, серьезные галереи на это не реагировали, какие-то серьезные, там, кураторы, да, там, организаторы выставок тоже как-то, ну, вот были отдельные такие выставки, выставки декоративного искусства, к вышитым картинам всегда, знаете, немножко такой вот, ну, поделки, но сейчас просто какой-то невероятно потрясающий всплеск именно вышитых картин, я даже, если честно, я готовлю урок отдельно на эту тему, я коллекционирую, собираю сейчас картинки, у меня уже достаточно большая коллекция накопилась, и будет отдельный урок, у меня на курсе «Художник под ключ» есть отдельный модуль, который так и называется «Мировые тренды», там уже вышло два урока, кстати, их можно будет купить отдельно, но в этом модуле будет где-то, ну, я так планирую, около 15 уроков, и когда модуль будет полностью готов, ему можно будет тоже купить отдельно, то есть у нас вы можете купить курс «Художник под ключ», а можете просто отдельно покупать какие-то модули или уроки этого курса, да, если вам не нужен, например, весь курс целиком. Вот, и там вот в том числе будет урок, который посвящен вышитым картинам. Поэтому, если вы, знаете, чувствуете, что вы любительница повышевать, возможно, сейчас пришло ваше время. Вот я говорю, вот, вот 30 лет назад я очень, я обожала вышивать, я вышивала все, на чего докасались мои ручки, да, но когда я думала, а как это подать в картине, я даже начала, у меня есть несколько вычистых картин, которые так и не увидели никогда зрителя, потому что в какой-то момент я поняла, что я со своими этими вышитыми картинами буду смотреться глупо, а сейчас это просто пик тренда, то есть это, скорее всего, ваше время. Конечно, вы должны понимать, что это должны быть ни цветочки, ни розочки, да, то есть вы должны, вернее, как, может быть и розочки, может быть и розочки, но вам нужно особенно хорошо чувствовать тренды в визуале. То есть эта технология, она может стать в ваших руках как магнитом, так и антимагнитом. То есть нужно очень четко понимать, а что же вы будете вышивать. Вот что вышивать, тут, конечно, на пальцах объяснить сложно, но как раз именно поэтому уроки по трендам, они с большим количеством картинок, потому что там именно вот только приводя примеры картинок, и потом картинки, анализ, картинки, анализ. То есть вот посмотрите на этого художника, вот такое описание тренда, и вот как конкретно этот художник реализовывает этот тренд. Так можно про многие вещи сказать, например, цветочки, да, вот кто очень часто люди приходят ко мне на вебинары, говорят, Светлана, а вот цветочки в тренде, я вот люблю цветочки рисовать. Я прекрасно знаю, что пойдите вы к какому-то другому эксперту в области арта, и вам просто, знаете, вас засмеют, заклюют и скажут, то есть с ума сошла, какие цветочки, это давно уже не модно, не актуально, кто эти цветочки рисует. Но мое мнение опять-таки точно такое же, смотря как рисовать. То есть есть очень-очень крутые, очень успешные, очень трендовые художники, которые просто вот на пике славы, успешности, все у них замечательно, хорошо, но при этом они рисуют цветочки, они рисуют цветочки. Вот, то есть так же, как вышивка, цветочки, нужно понимать, что и как подавать. А пастель, вот Полина спрашивает, и пастель, и акварель, и какие-то, я не знаю, там туш, или вот эти вот, как они называются, линеры, да, вот, то есть все эти вот технологии, они сейчас в тренде, они сейчас в тренде. Вот, да, конечно, их сложнее, ну вот на мой взгляд, их все-таки немножко сложнее монетизировать, чем просто масло на холсте или акрил на холсте, просто потому что очень часто вот эти работы, сделанные там пастелью, акварелью, линерами, они такие прям многодельные-многодельные, да, то есть вы много времени тратите на производство этой картины, и именно показываете вот свое мастерство, потому что здесь, конечно, нужно показать мастерство. Но если вы уходите в мастерстве, просто вот, знаете, вы хотите уйти в какой-то гиперреализм, я бы не сказала, что сейчас фотореализм или гиперреализм в каком-то таком, знаете, вот супертренде. Да, это интересно, да, есть галереи, которые прям специализируются, американцы, кстати, очень любят гиперреализм, но здесь опять-таки нужно находить свои изюминки, потому что если вы двигаетесь в этом направлении, то, к сожалению, к сожалению, вот чем плох, скажем, гиперреализм, да, то, что с одной стороны, чем он хорош, вы можете показать свое мастерство во всей красе. Далеко не каждый художник может настолько, как бы, профессионально рисовать, да. С другой стороны, сейчас акцент в мировом, таком, скажем, арт-пространстве, акцент идет на уникальность, а художнику-гиперреалисту очень сложно найти свою уникальность. Если вот, например, собрать, не знаю, там, 50 художников-гиперреалистов, отобрать у них картины и сделать такую выставку, то в основном все эти картины будут похожи друг на друга, как будто бы рисовал один художник. А это, к сожалению, сейчас очень большой антимагнит. Это вот быть настолько одинаковыми, это вот прямо сейчас точно не в тренде. Поэтому, куда бы вы ни двигались, вы должны делать акцент на свою уникальность. Да, вы можете рисовать. Ваша задача, как бы, одновременно показать и профессионализм, и уникальность. Да, причем, вот, понимание профессионализма сейчас очень-очень сильно сдвинулось. Буквально, вот, несколько дней назад у меня была индивидуальная консультация с девушкой, которая делает очень классные абстрактные работы, очень крутые. Она, ну, как начинающий художник, она пока в себе очень сильно не уверена. И когда я начала там восторгаться, и говорю, слушайте, ну, у вас уже очень хорошая, классная абстракция. С этой абстракцией уже можно выходить на международный рынок. Вы уже интуитивно нашли какие-то тренды. Плюс у вас уже, видимо, ну, бывают такие люди, у них очень хорошее внутреннее, уже прокачанное, чуть ли не с детства, чувство цвета. Да, хотя я считаю, что чувство цвета можно развивать. Если оно у вас не прокачано, это не значит, что мы вот не идем в жилки, да, это не ваше. Нет, слава богу, такие вещи можно развивать. Акцент все-таки должен быть на уникальности. Ваша задача показать мастерство, причем мастерство может быть разное. То есть вот у этой конкретно девушки, у нее мастерство в том, что она хорошо чувствует цвет, у нее мастерство в том, что она хорошо чувствует композицию для абстрактных работ, это важно. У нее очень хороший баланс между, вот опять-таки, кто учится на курсе 50 шагов к авторскому стилю, я там, есть такой урок, который называется «Много элементов, мало элементов и смешанный стиль». Да, когда вот есть в одной картине какая-то часть, где много элементов, какая-то часть мало элементов. Вот, и у нее как раз вот это вот смешанный вариант, и она его очень-очень вкусно делает. Поэтому мастерство может быть разное. При этом я говорю ей, у вас уже есть классное мастерство, и она говорит, «Ну как, о каком мастерстве вы говорите, если я, например, вот не смогу нарисовать там, не знаю, яблоко с натуры?» То есть у нее до сих пор представление о мастерстве, вот это вот, скажем, такое классическое, да, но оно сейчас уже отходит, и сейчас это такое отношение к мастерству, такое требование к мастерству художника, оно сейчас уже не актуально, не актуально, понимаете? И я прямо, знаете, ее так успокоила, она говорит, «Господи, как же я счастлива, потому что я думала, что вы-то скажете мне там идти учиться». Я говорю, нет, идти учиться вам нужно только в том случае, если вам нужна корочка, если вам где-то в себя там внутри нужно поставить галочку, что вот все, я проучилась. Но вообще, по большому счету, нет смысла тратить столько времени на учебу, если у вас есть уже возможность, где показать мастерство в своих работах.